Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр, я гитарист, репетитор гитары. И в этом видео я хочу показать вам одно простое, но очень полезное упражнение на развитие чувства динамики. Иными словами, на умение контролировать силу щипка пальцами правой руки. Когда вы играете, защипывайте или иные струны. И это упражнение мы с вами будем выполнять на базе этюда ля минор, автором которого является корули. Кстати, табы и ноты я прикреплю под этим видео. И один раз для того, чтобы освежить нам его в памяти, если вы его знаете, я сыграю этот этюд. А если не знаете, как раз таки услышите и увидите, как он исполняется. Этюд короткий, всего 2, 4, 6, 8 тактов в этом этюде. И он достаточно несложный. Там всего 4 аккорда в этом этюде. Такой простенький. Вот сыграл я его без применения динамических оттенков. И даже в таком исполнении он уже слушается. Мягко, красиво, гармонично. Все. Теперь, относительно динамических оттенков. Вы, наверное, слышали, возможно, слышали, когда музыканты между собой общаются, они говорят, играй форте или играй пиано. Форте по-итальянски означает громко, пиано означает тихо. Как раз таки из этих двух терминов и появилось название музыкального инструмента форте-пиано. Еще коротко говорят фоно или пианино. И есть градации тихо и громко, однако для того, чтобы обозначить промежуточное звучание, вставляют музыканты еще дополнительный термин. Звучит по-итальянски он mezzo, что означает умеренно. И если пиано это просто тихо, то с использованием второго термина mezzo, то есть mezzo-piano, перед словом пиано ставится, означает этот термин умеренно тихо. И, соответственно, mezzo-forte будет означать умеренно громко, просто forte-громко. Если вы заметили, то в этом этюде четыре раза обыгрывается одна и та же триоль. То есть взяли мы с вами аккорд и четыре раза повторяем его, обыгрываем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И так далее. То есть практически весь этюд по четыре раза обыгрывается тот или иной аккорд, за исключением последних двух тактов. Теперь, для того, чтобы нам научиться контролировать силу щипка пальцами правой руки, мы будем на каждую триольку, на каждую долю, играть, соответственно, то или иное динамическое значение. Вначале мы с вами будем играть тихо, пиано. Потом mezzo-пиано, умеренно тихо. Дальше мы сыграем mezzo-forte, что означает умеренно громко. И последний раз, когда обыграем этот аккорд, мы сыграем с вами форте, громко. Следующий такт мы с вами обыгрываем таким же образом. Начинаем с тихого звучания. Умеренно тихо, умеренно громко, громко. Вот таким вот образом. Как вы видели, последние два такта я сыграл немножко по-другому, потому что там не по 4 раза повторяется аккорд, а всего лишь по 2 раза. Мы играем вначале тихо-громко, снова тихо-громко. И последний такт я рекомендую уйти в тишину. Начать умеренно громко, сыграть потом умеренно тихо и на тихой ноточке закончить. Когда будете играть, обратите внимание, с какой силой вы защипываете те или иные струны на гитаре. И еще один очень важный нюанс. Когда вы переходите от одного аккорда к другому или от одного такта к другому, из громкого вам нужно попасть на тихое звучание, постарайтесь, чтобы этот баланс был заметен. То есть вот вы играете тихо, умеренно тихо, умеренно громко, громко. Но это не означает, чтобы струны вообще не было слышно. То есть щипайте их таким образом, аккуратненько, чтобы прослушивался звук, но в то же время, чтобы не таким образом, чтобы вообще не слышно. Но и громко это не означает, что нужно щипать так, чтобы струны рвались. На этом я это упражнение хочу закончить. Надеюсь, что оно вам пригодится. И если оно действительно кажется вам полезным, обязательно ставьте лайк под этим видео. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И обязательно делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями и знакомыми. На этом мы заканчиваем данное занятие. Всего доброго. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.